всем привет продолжаю читать книгу играй история видеоигр 300 на донована и сегодня глава 4 называется она жвачка проволока и стержень виктор грюн был вне себя архитектор социалист австралийского происхождения считал что америка в 50-х годах изменилась к худшему он чувствовал что рост числа автовладельцев и бурное развитие загородного жилья раскалывают общество ведя к разобщению и изоляции людей друг от друга но у него была идея противостояния этому экономическому и социальному прогрессу торговые центры черпая вдохновение в крытых торговых рядах европейских городов грюн предвидел зарождение нового вида розничной торговли огромного городского торгово развлекательного центра который столь привычен для всех кто живет в глобальном мире двадцать первого столетия торговый центр как он представлял мог бы объединить различные сообщества идей расположение различных магазинов и развлекательных площадок под одной крышей в одном большом здании с красивой обстановкой и комфортным климатом благопрепятствующим покупкам и общению и в 1954 году он получил шанс проверить свои идеи пригороде минеаполиса городе эдине штат миннесота построены по его проекту торговый центр софт д дейл центр открывшийся в 1956 году стал отправной точкой для процесса трансформации американских городов следующие два десятилетия торговые центры возникли по всей стране приведя к социальной и торговой революции торговые центры стремительно распространяясь стали новой экономической силой не считаться с которой было уже невозможно концу 1964 года на территории сша открылось примерно 7600 торговых центров к 1972 году это число практически удвоилась до 13 тысяч сто семьдесят четыре но дэйву нутингу из-за быстрого распространения торговых центров пришлось начинать все сначала после неудачного бизнес-партнерства со своим братом биллом нутингом и знатинг ассоциейтес он основал mc ай milwaukee коэн компанию занимавшиеся производством электромеханических игр но когда инвесторы компании пронюхали что оператор игровых залов all 1 кастал стоит строить свою империю развлечений на росте торговых центров они решили что mc ай должны изменить стратегию развития mc ай продавала свою продукцию напрямую all 1 кастал которая создавала залы игровых автоматов в новых торговых центров центрах открывавшихся по всей стране рассказывал нутинг мой менеджер по продажам сказал что мы тоже должны этим заняться мы создали игровые залы red baron в 20 мест местах от штата огайо на востоке до феникса на западе мои инвесторы решили что мы должны закрыть производственное подразделение mti и сконцентрироваться на игровых залах нутинг инженер ставший бизнесменом решил что настал нужный час за это время я познакомился с людьми из бэлли мидвэй и они предложили оказывать им разного рода консультационные услуги я взял своего молодого инженера электронщика джеффа фредриксона и двух технических специалистов и создал дэйв нутинг ассоциейтес вскоре после того как эта новая фирма отделилась а msi представитель напористой технологической компании под названием intel пригласил нутинга и фредриксона для того чтобы рассказать им о новом продукте созданном intel представитель intel начал с того что рассказал нам о новой революционной технологии микропроцессоре рассказывал нутинг инженеры intel путешествовали по всей стране и читали лекции об этой технологии мы с джеффом специально ездили в чикаго чтобы попасть на одну из таких лекций продуктом intel был первый действующий микропроцессор 4004 или 4004 и хотя он мог осуществлять операции немногим сложнее чем сложение и вычитание потенциал этого продукта разжег воображение нутинга я тут же поверил в то что микропроцессор это будущее всех игровых автоматов нужно было создать всего одну систему с использованием микропроцессора а все игры можно было создавать в виде программ нутинг оперативно принялся выстраивать взаимоотношения с intel я убедил человека отвечавшего в intel за маркетинг что микропроцессор произведет переворот в индустрии игровых автоматов от различных видов пинбола до видео игр и что моя группа в компании bell bell занималась всевозможными техническими исследованиями на этот счет наш местный представитель intel смог убедить головной офис и прислать нам один из первых 50 комплектов для разработчиков этот комплект прибыл в дэйв на тинх ассоциейтис в начале 1974 года компания использовала его для создания автомата для игры в пинбол в котором был задействован микропроцессор все это делалось для того чтобы убедить бэлли продолжать инвестировать в исследование исследования технологии общая стратегия для моей презентации менеджменту бэлли заключалась в том чтобы заполучить два пинбольных автомата бэлли убрать из одного все электромеханические компоненты а в другом оставить все как есть и сравнить их рассказывал нутинг компания купила два пинбольных автомата сделанных бэлли в стилистике фильма мерцание распотрошила один из них и поставила в него микропроцессор от intel к сентябрю 1974 года улучшенная версия автомата фликер была готова и на демонстрацию результатов был приглашен менеджмент бэлли я поставил друг дружке два автомата рассказывал нутинг оба отображали одну и тоже единственным визуальным различием было то что на задней панели одного автомата была светодиодная панель на другом же механический барабан на котором отображались очки как на обычном пинболе внутри самого автомата кроме трансформатора ничего не было руководители бэлли не могли поверить своим глазам помню как джон бритц исполнительный вице-президент бэлли открывал закрытые дверцы автомата в надежде найти спрятанный компьютер который как он считал и управлял процессом игры рассказывал нутинг но бэлли беспокоило то что владельцы игровых автоматов не поймут автоматы с пинболом которых используется микропроцессор поэтому было принято решение выводить на рынок их на рынок медленно и поэтапно также было принято решение что инженеры компании должны создавать собственные системы с использованием микропроцессоров они использовать систему разработанную дэйв на тинг ассоциейтес в ответ на это дэйв на тинг ассоциейтес объединилась небольшой компания микро games из феникса для того чтобы создать spirit of 76 первую игру пинбол в которой использовался микропроцессор spirit of 76 дебютировала в 1975 году на выставке аму cement and music operators association и своей низкой ценой в изготовлении привлекла внимание представителей индустрии автомат был легче удобнее в обслуживании и на 30 процентов дешевле в производстве рассказывал nutting вскоре владельцы аркадных залов перестали покупать электромеханические автоматы для игры в пинбол предпочитая подождать появление на рынке автоматов где используются микропроцессоры и через короткое время всякий заметный производитель пинболов пошел по стопам дэйв на тинг ассоциейтес но нуттинг к тому времени уже готовился сделать с видео играми то что он уже сделал с пинболом в то время видео игры делались с использованием схем транзистор на транзисторной логики далее будет ттл которые для каждой игры создавались с нуля их возможности было вполне достаточно для простых игр а-ля pong но к середине семидесятых ограничение этих простеньких схем сдерживали дальнейшее развитие видеоигр игровые разработчики пытались создать более сложный игровой процесс но они постоянно наталкивались на ограничение этой технологии рассказывал нуттинг нужные схемы не производились электрические помехи создаваемые этими схемами могли сбивать логику и мешать игровому процессу микропроцессору 4004 не хватало мощности для отображения картинки на экране телевизора и к 1975 году intel выпустила 8080 8080 микропроцессор способный управлять происходящим на экране видео игры теперь дэйв нуттинг ассоциейтес нужна была такая видеоигра которая могла бы доказать работоспособность их плана на их счастье бэлли мидовой только что получила такой автомат заключившие соглашение с японским производителем видеоигр компании то это бэлли получила права на распространение игры western gun на территории северной америки будучи последней игрой разработанной создателем спидрейс tomohiro nissikado western gun переносила двух игроков во времена дикого запада предлагая им пострелить друг друга на дуэли и в японии эта игра пользовалась большой популярностью но сталкиваясь возможно с множеством проблем которые были присущи ттл видеоиграм в результате чего бэлли не смогла не запустить эту игру в производство компания попросила дэйв нуттинг ассоциейтес переработать игру с использованием микропроцессора intel 8080 использование микропроцессора перевернуло процесс создания видеоигр с ног на голову для этого теперь не требовались инженеры с паяльниками в руках вместо них компьютерные программисты могли написать программу которая указывала универсальным микропроцессором как именно они должны работать ттл логика реализовывалась аппаратно и для того чтобы внести изменения в игровой процесс нужно было переделать всю схему как только мы взяли на вооружение микропроцессоры вся игровая логика стала создаваться программным путем рассказывал нутинг чтобы справиться сми с программированием нутинг взял себе в помощь двух студентов из университета висконсина джей а фентона и тома макхью фентон транс сексуал ставший в начале 90-х джейми с подозрением относился к развлекательному бизнесу а я серьезно волновался по поводу работы на мафию тогда у этой индустрии была дурная репутация но мне не потребовалось много времени чтобы понять насколько глупый это был стереотип макхью стал главным программистом ган файт переработки вестерн ган а фентон сосредоточился на программирование пенболов которые выпускала компания для самого нутинга работа с программистами было сущим блаженством я как игровой разработчики директор теперь мог сидеть рядом с программистом вроде джея фентона и формировать игровой поток с такой же легкостью как если бы я лепил игрушки из теста так он говорил к середине 1975 года ган файт была готова для производства однако бэлли стала нервничать на тот момент рам память была дорогой говорит нутинг марсайн и ги вульвертон президент мидвэй попросил меня и джеффа фредрик сена отобедать с ним и выглядел он очень взволнованным и где посмотрела нас и заявил я надеюсь что вы парни знаете что вы делаете поскольку я собираюсь потратить 3 миллиона долларов на рам чтобы получить хорошую прибыль мы конечно же согласно закивали этот заказ был внушительной тратой по подсчетам нутинга этот заказ поглотил примерно 60 процентов чипов памяти на тот момент доступных во всем мире но все же вулвертону не стоило волноваться ган файт стала популярной акк аркадной игрой и вскоре все производители видеоигр стали думать над тем как использовать микропроцессоры в своих продуктах даже создатель вестернган томо хитонисикадо признавался говоря откровенно я считал что ган файт была не слишком хороша а моя версия вестернган принимается людьми в японии гораздо лучше но я был очень впечатлен использованием микропроцессорной технологии и мне не не терпелось этому научиться я эту игру я стал изучать сразу же как только мне представилась такая возможность дни ттл видеоигр закончились производители видеоигр один за другим переходили в новый мир в измерение микропроцессоров в 1976 году были выпущены две последние заметные ттл игры break out компании отари и dead race от эксиди небольшой компании занимавшийся занимавшийся созданием игровых автоматов в маунтин вью калифорния эксиди выступила сидей сидей дает рейс после того как продала лицензию на свою игру destruction derby очень крупной компании chicago coin которая выпустила ее под названием demolition demolition derby версия от chicago coin попросту свела на нет все продажи оригинала от эксиди нам нужно было что-то сделать рассказывал хоуэр а и один из игровых разработчиков в эксиди на тот момент как-то в шутку тогда сказал у нас уже есть гоночная игра почему бы нам не сделать игру в которой надо будет гоняться за людьми идея была достаточно простой для того чтобы эксиди могла с легкостью адаптировать design destruction derby сэкономив на создание абсолютно новой игры переработанная игра решили не будет давать игроку очки каждый раз когда он наедет на человека а на месте раздавленной жертвы будет оставаться надгробие игре дали название dead race мы не думали что игра вызовет такой шум рассказывал айви игра была веселой и в чем-то довольно сложной у нас и в мыслях не было сделать первую видеоигру которая привлечет к себе столько внимания она была создана исключительно из потребности в защите нашего собственного продукта но сми и общественность однако были взбаламучены dead race вызвала первую волну паники связанную с агрессивным содержанием видеоигр но весь сыр бор начался с журналиста в сиэтле рассказывал айви он взял интервью у матери в зале игровых автоматов и она сказала что игра учит детей сбивать и убивать людей история попала в новостной поток ассоцией тэспресс и быстро разлетелась по всей стране первыми признаками начавшиеся шумихи стали запросы на интервью с сынами эксиде эксиде практически не сопротивлялась нападкам сми если люди получат удовольствие от того что они давят пешеходов то надо позволить им это сделать сказал пол джейкобс директор по маркетингу компании одному из журналистов психологи журналисты и политики выстроились в очередь чтобы осудить эту игру доктор джераллс дристен дристен управлявший исследовательского отдела национального совета по безопасности описывал дэд рейс как часть коварного изменения которое заключалось в том что люди переходят с просмотра стэссен жестокости и насилия по телевидению прямому участию в виртуальном насилии в видеоигра это было обвинение которое раздается в адрес видеоигр и сегодня 30 лет спустя с ростом критики эксиде быстренько придумала историю что существа которых надо сбивать в игре это никакие не люди а гремлены и вампиры но на это вранье никто не купился и вскоре скандал стал пробиваться в программы новостей на общенациональных американских телеканалах вроде 60 минут эксиде получала десятки писем с осуждением дэд рейс в одном аккуратно написанном от руки письме содержалась угроза взорвать эксиде и все здания компании мы эту угрозу всерьез не восприняли просто задались вопросом чем и такого сделали рассказывал эйви мы вызвали полицию и следующие несколько недель у нас дать днем и ночью дежурила охрана письмо было анонимным и его автора так и не поймали остальная видеоигровая индустрия внимательно наблюдала за развитием событий то время как некоторые дистрибьюторы и владельцы залов игровых автоматов не хотели иметь дэд рейс ничего общего производители видеоигр предпочитали сохранять молчание делая выводы из этого примера главным уроком для всех стало то что скандалы способствуют росту продаж на пике скандал находился около двух месяцев затем стал медленно уходить в тень поскольку стали стали возникать вопросы более важные рассказывал айви за это время спрос на игру даже вырос пока некоторые клиенты отменяли свои заказы другие свои заказы лишь увеличивали скандал лишь увеличил известность и поднял спрос на игру существовавший негатив который мы ощущали со стороны прессы лишь поднимал спрос на игру и превратил эксидив крупного на тот момент поставщика видеоигр примерно в то же время пока дэд рейс находилась центре скандала а тари наслаждалась большим успехом своей игры break out break out возникла из попыток попыток нолана бушнелла привить а тари творческую рабочую культуру еще с тех дней когда сотрудники энергично обсуждали новые идеи мы отправляли команду инженеров на курорты к океану на выходные или на несколько дней и там они занимались тем что называли мозговым штурмом рассказывал но энглин управлявший в атаре подразделением отвечавшим за игровые автоматы все записывалось на доске вне зависимости от того насколько сумасшедшей была идея и некоторые из таких идей действительно были запредельными правда по словам инженера атари говарда делмана существовало единственное правило ничто нельзя было критиковать но всякий мог доработать или развить идею другого в один из таких дней кто-то высказал идею break out игры которая использовала формат бита мяч от игры pong но в данном случае игроки должны были использовать мяч для того чтобы разбивать кирпичи это идея не встречалась наших первых игра играх над которыми мы работали но нолану она очень понравилась рассказывал стив бристову вице-президент по маркетингу в атаре поскольку бушнелл не терпелось запустить break out в работу бристову поручил разработчику игры стиву джобсу молодому хиппи который устроился техникам на работу в атаре чтобы заработать себе на путешествие в индию куда он хотел отправиться в поисках духовного просвещения у джобса самооценка была такой что многим людям она казалась по меньшей мере страны ему не разрешил рассказывал бристу ему не разрешали уходить заводские цеха поскольку он не носил обувь он носил открытые и сандалии которые инспекторы по безопасности никак не могли разрешить ему носить поскольку вокруг передвигались автопогрузчики и перемещались тяжелые грузы в атаре ожидали что игра потребует десятки микрочипов и для того чтобы снизить затраты предложили джобсу бонус за каждую интегральную схему которую он сможет убрать из игры джобс попросил помощи у своего друга стива возника в обмен на половину от бонусных платежей возник технический гений работавший в компании hewlett packet согласился возник тратил все свое свободное время на работу над прототипом break out и в итоге представил очень компактную версию рассказывал бристоу возник половину сократил количество требуемых схем в результате чего джобс получил бонус в несколько тысяч долларов джоб же однако сказал возник что он получил всего лишь 700 долларов и отдал ему за работу 350 долларов про этот обман возник узнал лишь после того как они вместе с джобсом создали компанию apple компьютер атари так и не воспользовалась прототипом возника его проектное решение было слишком сложным производстве и компания решила внести некоторые изменения в игру уже после того как над ней поработал как он над ней поработал break out стала популярнейшей аркадной игрой 1976 года и на следующий год была включена в домашнюю игровую консоль видео пинбол так небольшая сноска консоль видео пинбол была из разряда pong консолей и включала в себя 7 игр среди которых были break out rebound и 4 игры в пинбол консоль также была выпущена под именем scar спинбол в японии компания эпох выпустила эту консоль под названием эпох тиви блок 1979 году но рост видеоигр основанных на микропроцессорах означал что break out станет последний ттл игрой от отари буштал рассматривал микропроцессоры как естественную технологию для видео игр я заставил видеоигровой бизнес появится на восемь лет раньше чем он мог бы появиться утверждал бушнул я считаю что мои патенты были слишком оригинальной для того чтобы кто-то смог придумать что-то похожее но я уверен в том что как только микропроцессоры распространяться повсеместно кто-нибудь обязательно сделает видеоигровую систему переход на микропроцессоры к тому же требовал от разработчиков видеоигр совершенно иных навыков фокус смещался от инженеров электриков к компьютерным программистам изначально многие программисты включая меня были еще и инженерами компьютерщиками рассказывал белман но по прошествии нескольких лет эти две дисциплины стали здорово различаться потребность в навыках программирования побудила отари в 1976 году активизировать поиск людей которые могли создавать новую волну видеоигр одним из таких новичков стал дэйв шепперд инженер электрик который начал делать и видеоигры на дому после того как в начале 70-х поиграл в компьютер спейс концу 75 в начале 76 всем в атаре было ясно что будущее за микропроцессорами компания стала давать объявления о вакансиях программистов в газетах и так вышло что эта реклама попалась мне на глаза рассказывал шепперд до этого шепперд уже экспериментировал с отари 88 2 0 одним из самых первых основанных на микропроцессорах домашних компьютеров доставлю доста доставлявшийся заказчиком по почте виде комплекта для самостоятельной сборки алтайр 88 2 0 вряд ли можно было назвать полноценным компьютером выпущенным в 1975 году компания м и т.с. он не имел видеовыхода вместо этого было некоторое количество светодиодов и всего лишь 256 байт памяти у него не было клавиатуры поэтому пользователи программировали его используя коммутационный блок расположенный на передней панели компьютера несмотря на явные неудобства для пользователя тысячи компьютерщиков приобрели алтайр и приступили к созданию аппаратных и программных средств для системы которая приводилась в действие тем же микропроцессором который пользовался в gun fight среди этих людей были пол аллен и билл гейтс которые написали язык программирования basic для алтайр и создали компанию microsoft для того чтобы продавать эту программу шеппер тем временем создавал игры для этой системы я разработал и построил новую видеосистему видео под систему интегрированную в алтайр рассказывал он я сделал несколько простеньких игр но многие из моих соседей приходили ко мне в гости и мы с ним играли в эти игры до раннего утра когда мы придумывали новое правило то я просто прописывал их в коде и выносил в компьютер используя при этом лишь тумблеры на передней панели а позднее клавиатуру от старой пишущей машинки которую я нашел в мусорном ящике обладая опытом написания игр на компьютере шеппер получил работу в отаре и в понедельник второго февраля 1976 года приступил к своим обязанностям новым обязанностям предвкушая работу на самых современных компьютерах какие как ему казалось используются в алт в атаре игровые автоматы от атаре выглядели очень круто их игры были интересными и веселыми было похоже на то что я смогу сделать самую новую самую интересную штуку рассказывал шеппер до этого я работал на компанию которая делала продукты для айби эм из перри юнивак испытательное оборудование которое стояло в наших лабораториях было высшего класса компьютеры которыми я пользовался были от айби эм стоили многие миллионы долларов и размещались в очень больших помещениях где поддерживалась определенная температура по причинам которые я объяснить никак не могу возможно потому что сам продукт был слишком новым я представлял себе что технические лаборатории атари обладали еще большим количеством самых разных инструментов для разработки и тестового оборудования реальность вернула шеппера на землю лаборатории разработчиков представляли собой крошечные комнатушки в старом офисном здании компьютерные системы которыми мы пользовались были слишком были сильно потрепанными пиди пи ван все тестовое оборудование которое мы имели было старым и изрядно побитым было весьма проблематично найти хорошо работающий осциллограф в офисном здании не было кондиционеров постоянно толкалась толпа людей и оборудование было распихано по крошечным комнатушкам работать было невозможно особенно в летние месяцы они работали с чрезвычайно ужатым бюджетом и казалось что все делалось с помощью жвачки проволоки и стержня несмотря на все условия и никудышное оборудование шеппер как и прочие программисты начавшие работать в атаре в то время были рады тому что они делают игры они программы для бизнеса его первым проектом стала игра fly ball ball простая игра в бейсбол которая практически не раскрыла потенциал новейших видеоигр с микропроцессором но его второй проект night driver уже вовсю продемонстрировал возможности новой технологии в отличие от первых гонок вроде grand truck 10 и speed race в которых видно гоночный трек открывался сверху в night driver был вид уже с места водителя идея игра игры пришла с ксерокопии флайер а другой аркадной игры который который не надолго показали шеппер я совсем не помню какие там были слова и не могу сказать что это была за игра вполне вероятно даже это была иностранная игра возможно немецкая рассказывал шеппер на картинке игровой экран виден лишь частично но я смог рассмотреть небольшие белые прямоугольники этого было достаточно чтобы я смог представить их в виде дорожных указателей сноска небольшая остается неясным что за игра была изображена на флайвере но наиболее вероятный кандидат нюрбург ринг 1 аркадная видеоигра выпущена в западной германии в начале 1976 года компания dr точка инг кейнер форест созданная основателем компании райнер сам форестом и названная в честь известного немецкого гоночного трека ну не нюрбург и так дальше впервые предложила игрокам вид из кабины водителя который был позднее использован в night driver позднее форест создал нюрбург 2 гоночную игру на мотоциклах и нюрбург 3 более продвинутую версию игры но к началу восьмидесятых компания фореста ушла из видеоигрового бизнеса и сосредоточилась на создании гоночных симуляторов так вот идем дальше шеппер так и не сыграл в игру которая вдохновила его на создание night driver на fire и совершенно ничего не огол не говорилось об игровом процессе на тот момент никто в отаре не за ее пределами вообще не представлял как мне сделать игру из передвигающихся по экрану маленьких белых прямоугольников то что я сделал я сделал абсолютно самостоятельно для того чтобы решить как именно игра должна выглядеть шепперт обратился к своему личному опыту помню я ездил в разное время и на разных скоростях можно сказать ставил опыты наблюдая за тем как по обочинам дороги появляются предметы и как я их воспринимаю своим периферийным зрением рассказывал шеппер его решение заключалось в том что белые прямоугольники будут возникать на плоском виртуальном горизонте и по мере приближения автомобиля игрока будут становиться все крупнее и крупнее как только прямоугольники достигали края экрана они исчезали когда у шепперта впервые получилось создать этот эффект движения он и его босс были ошеломлены небольшие белые прямоугольники возникали из той точки которую я взял за горизонт и неслись на все возрастающей скорости а мы сидели смотрели на происходящее словно загипнотизированы рассказывал он это было довольно круто даже при том что не было никаких педалей у руля руководители проекта вероятно думал что мы уже победили хотя у меня тогда не было ни малейшей идеи о том как подсчитывать очки в игре все что я знал что выглядит все очень круто когда шепперт оснастил оснастил игру с педалями и рулем на и драйвер приобрела такой вид что все поверили что ей предначертан огромный успех одно практически всегда оказывалось верным в атаре особенно в первые годы если игра была популярна среди людей в лабораториях то и всем остальным она скорее всего понравится рассказывал он я часто отгонял посетители от прототипа просто для того чтобы продолжить свою работу посетителями были не только остальные технари поскольку молва об игре довольно быстро разошлась вокруг игры постоянно толпились люди из отдела продаж и маркетинга night driver ввела в гоночные игры идею вида от первого лица которая сегодня воспринимается как что-то само собой разумеющиеся иллюзия быстрого движения в игре демонстрировала также это как микропроцессоры освобождают видеоигры от аппаратных ограничений но одновременно с изменениями в области игровых автоматов микропроцессор и были способны изменить саму природу видеоигр для дома ну а на сегодня все ребятки спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока